Девушки отдыхают Девушки отдыхают На лохов, там не лохов, грубо говоря Мне видны эти хищники Они не интересны в большинстве своем Потому что это сила, конечно Грамотная сила Управления массами Я бы сказала, потому что все императоры Правители этой силой владеют, это знания И я этим знанием тоже владею Я знаю, как это делается Но в идеале это делается по-другому По крайней мере, если общество Другое и позволяет То делается обычно это За счет убеждения идей Если общие идеи, общие ценности Если есть какое-то, скажем Общее стремление Мы согласны друг с другом Тогда поддерживают лидера Потому что согласны ему помогать Согласны признавать его авторитет Для того, чтобы вместе реализовывать Какую-то единую идею Конечно, для этого общества Нужно другое В нашем обществе Если у человека самосознания не хватает То тут тоже по-разному получается С ним взаимодействовать Некоторых людей необходимо даже ломать Для того, чтобы показывать им место Ставить Поэтому я не скажу Что подобное поведение Оно полностью неправильно Оно, к сожалению, является результатом Той жизни, того общества Мира, в котором мы живем Но в идеале нужно стремиться К чему-то другому Стараться окружать себя достойными людьми Стараться взаимодействовать На достойном уровне И сила авторитетная Может вырабатываться И на других основаниях На взаимном согласии На взаимной поддержке Но это, конечно, уровень самосознания должен быть Я тоже этот момент изучала Об этом очень много думала и рассуждала Но, к сожалению, люди Не видят пока вот этот момент И они уважают очень Подобных авторитетных Личностей Обладающих силу подавления Причем вот в России Это вообще апогейно развито В других странах Еще более-менее Слава богу Там в Европе получше А в России, значит Если у человека Есть авторитетная сила Мы так назовем Авторитетная сила То есть я вот эту Конкретную силу подавления имею То все Что бы он ни говорил Что бы он ни делал К нему идут Его уважают У него и бизнес И дела идут И работа И все Хотя он может предлагать Полную хрень Вести себя как идиот И я удивлялась Что некоторые там Выступают в интернете Вот Но чушь несет Знаете Вот есть там Такие психологи Типа там Или по развитию личности Работают Унижают прям Откровенно людей Особенно вот эти Меня бесит Мужики Которые там Помогают женщинам жить И устроить свою жизнь И просто их унижают Стоят их унижают А все с распытым ртом Сидят Такие О какой крутой мастер Фломастер Супер человек У него это авторитетная сила Так он и унижает Массами Он же стоит Он их ломает Ломает И вот у него Эта массивность Они за счет этого Зарабатывают огромные деньги Кстати Просто бешеные Вот И в бизнесе Также эти люди Они не только там Выступают в интернете Зарабатывают и бизнесмены Вот они значит Начальники Лидера Руководителей И все уважают Под них все строятся Куда бы они вне вели Хрень полную творят Отвратительно Бизнес дела ведут Но с ними все взаимодействуют А там уже партнерские Взаимоотношения Что касается бизнеса Вы же знаете Договорились Там Порешали вопросы Где-то Связи Дружба Все Вот тебе и деньги Ну по большому счету А человеку Чтобы что-то втюхать Тоже нужно Вот это самое лучшее Самое классное Когда авторитетный Какой-то знаете Бренд Опять вы чувствуете Вы это всегда чувствуете Вы идете в магазин Вы чувствуете Авторитетный бренд Или не авторитетный Я тоже Обращаю внимание Чувствуется Сила такая Исходит От вот этого Шампуня Там геля Вы покупаете Или слабость Такая То есть более дорогие Авторитетные бренды У них вот эта мощь идет И да Везде Принцип силы Живодный принцип Это основание По которому люди Сейчас ориентируются Пока они не перестанут На это ориентироваться Мы конечно дальше Двух шагов С вами уйти не сможем К сожалению Это наш конец В эволюционном развитии Который не позволяет Нам двигаться дальше И люди реагируют Не на качество Не на достоинство Не на речь Не на слова Которые говорят Не на интеллект А на авторитетную силу Именно на хищниченский инстинкт Как будто они Какая-то жратва Я знаю Жертвы Которые вечно идут Хищник Чтобы он их сожрал И вот Им грубо говоря Это нравится А это их привлекает Они это считают силой Отсюда у нас Все жертвы и страдальцы Отсюда такая Несправедливость То есть вы должны понимать Откуда корни-то Растутся Несправедливости Человечества Несправедливость В человечестве Проистекает от того Что люди Неправильно понимают Принцип реализации Своих потребностей И нужд То есть они Идут За силой А не за качеством Или за конкретным Аспектом Им кажется Что тот Кто сильнее Он им все даст Он их защитит А тот Кто сильнее Их просто сожрет На самом деле Он защищать их не будет И давать ничего не будет И у нас на сегодняшний день Такая картина наблюдается Что люди достойные Которые что-то грамотно говорят Сидят все в жопе В каких-то там Ютубах непонятных Что-то там выступают А вот эти все хищники Опасные Которые просто всех жрут И убивают Они вот там На центральном телевидении Знаменитости Мирового порядка Их все знают У них там Миллиард книг Выступления И так далее То есть вот мы Сталкиваемся с такой ситуацией Поэтому ребята Вы должны конечно В первую очередь Вытравить из себя Вот этот вот Принцип силы К сожалению Ну в эзотерике Кстати он тоже Очень сильно развит Всем нужен Мастер-фломастер Который из себя Могущество Определенно излучает Это так Настолько вбито голову Просто ужасно Помните Я вам рассказывала Когда я Только начинала Работать еще тоже Ну года 2-3 Я уже там В школу свою вела Ко мне подходили Какие-то люди Какие-то люди тут на улице Говорили Ой вы Анаэ Типа выступаете А я думала Что вы там мощнее Я думала Вот вас встретишь Из вас суперсила Супермагия чувствуется А типа от вас Ничего не чувствуется Обычного человека Анаэ Типа Какой вы мастер А я вам сняла По-вашему что Мастер это тот Который Типа подавляет И ломает Личности что ли Это по-вашему Признак мастера Какого-то великого Великое достоинство Я говорю Настоящий мастер Это человек Который вообще на улице Не отличите Ни от кого Он с толпой Будет смешан В плане Вот этой внутренней силы И подавления Потому что Это человек Который не занимается Тем Что он кого-то раздавливает Там мочит И что-то пытается доказать А у нас да Все вот сила То есть это просто Магическая сила Это он просто маг Ты чувствуешь от него силу И так разговаривают Ведут разговор Пришли вы к магу Он вам говорит Да ты неправильно живешь У тебя это неправильно Почему многие боятся К магам ходить Что они там сломают Переломают Какие-то моменты Внушат не те Потому что Они специально это делают Силу нарабатывают Вот ту самую силу Чтобы ты пришел к магу Почувствовал его силу Почувствовал его любовь Грубо говоря к тебе И сразу восхитился И поверил в его могущество По большому счету Конечно это ничего общего не имеет Даже само магическое воздействие Оно не обязательно должно быть сильным Потому что Даже вот я Когда работаю с клиентами Я говорю Ребята Что вот есть моменты Где я ломаю что-то Какие-то системы убеждений Переключаю на новый канал И ко мне вращаются такие клиенты Да это слом И люди чувствуют силу И реально удары чувствуют Потому что по факту Я ударяю Это и есть и проламливание То есть они просят И обращаются за этим Но если они обращаются не за этим И просят другое То с чего вдруг Там должно быть проламливание То есть когда тебя ломают Тебя ломают по факту Почему это должно присутствовать В обыденной жизни И этот принцип И этот принцип Кстати Есть во всех глобальных брендах Вот возьмем даже К примеру Apple компанию Всем известную Они вообще по этому принципу Построили всю свою деятельность У них даже такой лозунг есть Если тебе чего-то не устраивает Там тебе не нравится программа Как работает Или еще что-то Значит ты дурак Это у тебя проблемы какие-то Потому что они все делают идеально правильно Ты либо учись идеально правильно Мыслить по ихнему И жить по ихнему Либо ты дурак И у тебя проблемы Ты не можешь компьютером пользоваться Они кстати очень часто Такие моменты заявляют Я просто охреневаю от их наглости И люди покупают пачками И конечно Мы отчасти тоже Этой продукцией пользуемся Потому что Ну местами у меня есть достоинства Ничего не сказать Но сама политика компании Вот та политика Которую они ведут Она просто отвратительна Она отвратительно недопустима И при этом люди пачками Весь мир Вы смотрите Apple там самая дорогая компания Все говорят Да это гипноз какой-то Я не говорю Что у них нет качества Но все равно Есть многие компании У которых достойное качество Они могут сравняться С Apple уже сегодня По многим категориям Но они такие слабенькие Чувствуется от них энергия Такая слабенькая А тут такое могущество Мощь Потому что они Все свои империи На этом выстроили И вот те Кто этот принцип понимает Просто подавляешь других И типа набираешь силу И становишься лучше Идешь по головам По большому счету Что называется Идешь по головам По трупам Набираешь души И реально за этим Мощнейшие компании Крупнейшие Богатые Крупные корпорации Они на этом все держатся Почему вот В основе Всяких крупных корпораций Именно подавление Личности Разрушение Вроде казалось бы Можешь сказать Что есть там Более благоприятные условия Но на самом деле В крупнейших корпорациях Ты себя в рабство Отдаешь все равно Душу Своё сознание У тебя не должно быть Личного мнения Своей жизни То есть там Это по-другому строится Очень грамотная система В Америке Тоже американцы Решили построить Свою систему управления Государства Именно на принципе Зверя Точно так же И у них Поглощение Система всех пожирает То есть ты даже Должен стать рабом Подчиняться системе Она тебя ломает Причем там Очень грамотный слон Такой идет Он тебя не ломает Во всем В отличие от России Здесь не ломай В Америке Не ломай Твое творчество Твои идеи Но ломай Твую свободу То есть ты не имеешь Права применять Свою творчество Свою идею Так как ты хочешь И там где ты хочешь Но на благо системы Так как она скажет Ты применить Можешь вполне И там Поэтому вроде Творчество развивается Вроде такая Многофункциональность Много направлений Но все эти направления Служат Господину И только Потому что если вы Не будете господину служить То ни ваше творчество Ни ваши идеи Никому нафиг не нужны Почему там Очень много Самоубийств И много преступности В Америке Потому что Убивается свобода Их прям это все Вытряхивает Изнутри Людям психологически сложно В России Здесь и творчество убивается Здесь полное Подчинение должно быть В общем Этот принцип По всему миру работает Он не только работает где-то Основа всей несправедливости Дьявольская основа Почему дьявольская Потому что Принцип зверя Как раз Звериный знак Он является основой Дьявольской силы Вот Само Такое Отношение К жизни Оно вас Всегда Будет Вводить В ситуации Несправедливости А в чем Конкретно Это проявляется Если вы Бежите Бегите Бегете Слово не знаю Как сказать Если Короче Вы стремитесь К силе То вы Никогда Не будете На коне Вы всегда Будете под конем А я сейчас Объясню как А это В принципе Настолько Нас въеда В голову Что мы Даже Не понимаем Вообще Когда мы Это совершаем К примеру Вот самый банальный Пример Вы ищите Себе вторую половинку Вы ищите К примеру Ну даже Те кто нашли Это просто Пример Вы ищите Себе Какого человека Красивого Достойного Значит Мужчина Он должен Достойно Зарабатывать Достойно Вести дела Женщина Прямо Красивая Прекрасная В сексе Хорошо Убираться Там И там Покладистый Характер В зависимости От мужчины То есть Вы ищите Что Вы ищите Силу Все самое Лучшее Это проявление Могущества Определенного Потому что Человек Ну не то Что достигший Этого Он владеет Могуществом Это принцип Превосходства Определенного Силового Превосходства То есть Превосходства Над другими Человек Превосходит Других За счет Качества За счет Проявления А чтобы Превосходить Других Вот допустим Ну к примеру Красивая женщина Что значит Такое Красота Красота Это внутреннее Понятие Женщина Может быть Эстетически Выглядит Нормально Но она Может быть Некрасивая Она может Быть Допустим Худая Фигуристая Но она Некрасивая Она серая Как мышь Женщина Допустим Чуть-чуть Полнее Может быть Более Эффектный Почему Потому что Это внутренняя Сила Откуда Она берется Тоже За счет Подавления Других Там тоже Должны Быть Убиенные Для того Чтобы Вот эти Супер Красавицы Бешеная Она Красивая Так она За собой Кучу Трупов Тащит Потому что Вот эту Красоту Нужно Был утвердить На ком-то На ком-то Кто Просто Отдал Это И потерял Свою То есть Вот эти Вот именно Красавицы Которые Знаете Именно Это внутреннее Типа Состояние Уверенности В себе Мол Но на самом деле Это не уверенность В себе Вот у меня Такая Одноклассница Есть Девушка Ну она Нормально Выглядит Я вот уже Мужу рассказывала Но симпатичная Я не говорю Что Но ее внешность Я бы не сказала Что она красивее Всех В плане Она прям Самая красивая Но при этом Когда все ее Видят У всех Да речи пропадают От нее Незыблемой красоты И она идет Такая Я красивая Я красивая Хотя она Гнилой человек То есть я ее знаю Вот как личность Я с ней в школе Училась И она именно Вот Она убивает И она унижает Она всегда Я помню Мы еще с подружками В школе Дружили Сидела как-то я Моя подружка И она втроем Мы там общались И она такая Вот смотрите Типа На нас парни смотрят Только потому что Я с вами сижу Типа И она такая Раз Нас подунизила Такая Что мы там Вообще ничего не стоим У нас внешность Никакущая Нас никто посмотреть В принципе не может Но вот она во всем Так То есть если она не говорит Она так думает Но это однозначно За счет этого Реально там мужики Роятся Роями Рой Понимаете У мужиков Просто тумен Что она незыблемая Красавица И так далее А это тоже за счет Убийства И привлекает это Говорят Привлекает уверенность Женщина Но это не уверенность Это сила Хищническая сила Есть сила Также мужчина Достойный Такой весь Он там Бизнесмен Богатый Обеспеченный Холеный Вот он заходит Садится Все там перед ним Падают Какой классный мужчина Какой замечательный Но тоже же он Пожрал Столько жертв Чтобы вот эту силу Излучать Чтобы он зашел Не как там лох Такой смущается Спотыкается Не знает как разговаривать А он пришел Такой И там достойно сел Это тоже Понимаете Типа уважение Достоинство Но нет Опять же Жертва за плечами И есть Конечно Я не говорю Что всегда Прямо на жертве Есть проявление Этого принципа Более в достойном Моменте Есть когда Вот я как вам Правителя Пример привела Есть тираны Которые унижали Да Есть человек Который авторитетный Он ведет за счет идей Да Люди могут За счет признания Красоты и достоинств Но я вам скажу Один момент Там можно даже Это проверить Если человек Набрал За счет признания То у него должно Либо быть окружение Близкие друзья Родственники Либо люди Там с которыми Он работает В его окружении Которые ценят Его за достойное Качество Чтобы мы могли Сказать Что этот человек Набрал эту силу За счет того Что люди сами По своей воле Захотели его поддержать То есть мы это увидим Тут же в окружении В его родственниках В его работе Если мы это не видим Ни в окружении Ни в родственниках В работе То есть это просто люди Которые восхищаются И они говорят Что он классный Но нету вот именно Такой поддержки Нету искренности Нету сонастроенности Настоящей Значит он где-то Эту силу взял И далее Вот все это ощущение Что человек классный Достойный Красивый Крутой Это все тоже За счет силы Вы когда выбираете Себе такого партнера В основном Все Принцип силы Опять же Работа Должна быть достойная Крутая Я только бизнесмен Работающий на себя То есть мы там Уборщиком Работать мы не можем К примеру Образно говоря Но не уборщиком А к тому что можно В обслуживающем персонале Тоже хорошо зарабатывать И можно найти Приличную работу Будущий обслуживающим персоналом То есть Есть достойный уровень зарплат Который повыше Многих образованных людей С образованием Высшим Сферы-то разные Бывают работы Обслуживающий персонал Опять же там Прислога Уборка Там горничная Там еще что-то К примеру Если у вас идет стремление Что это там Фи Или человек Который работает В этой сфере не очень Это опять же Движение за принципом силы Но здесь вы можете сказать Здесь большинство людей Все-таки варьируется Но выбрали второй половины Выбори Образы жизни Образы взаимодействия Вот Если вы все самое классное Все самое крутое Хотите себе И вроде я типа этого достоин Это не про достоинство Вовсе вообще Это как раз Про ваши животные инстинкты И когда вы в своей жизни Выбираете именно Животные инстинкты То вы никогда Не будете счастливым Потому что Такие люди Такие обстоятельства Обстановка такая Она вас сжирает Сама по себе Она Если силу на других набирает На таких как вы Набирать силу На тех кто поклонники Эти силы Этой силы И вы для них Всего лишь жертва Всего лишь еда Соответственно Найди вы такого партнера Такого классного Там супер крутого Он вас унизит Уничтожит Найди вы такую работу Именно работа Престижная Там вас будет жрать На этой работе То есть Одно дело Вам нравится это И вы на своем месте У вас это легко получается Другое Сделано Вы к какому-то престижу Идете Я не говорю Что там не надо Стремиться к деньгам К уровню Надо стремиться К настоящему Ко всему То есть Вы ищите чего Вы ищите какое-то Могущество Там непонятное Или вы ищите Допустим Спокойствие Гармонии Любви Для любви Не нужен там человек Супер достойный Супер крутой Любовь это чувство Понимаете Оно кому возникнет Тому и возникнет Там не нужна Ни внешность Ни условия Ни работа Поэтому как можно Выбирать любовь По критериям Там рост Внешность Вид То есть Ну это же вранье Также друзей Вы выбираете Как вы можете По критериям друзей Выбирать Дружба это чувство Оно возникает Соответственно Нет у этого чувства Критерий Вы выбираете чувство Работа Область деятельности Место жительства Это то, где вам хорошо, это то, где вы проявляете себя, а не то, что достойно, то, что классно, то, что как-то, я не знаю, в крутом уровне. Опять же, выбирая место жительства, место реализации, мы выбираем какой-то уровень. Вот это у нас вшито на подкорке. Вот это и есть сам принцип служения дьяволу. Это принцип не служения деньгам, богатству, это принцип служения животной силе. И здесь речь идет не о желаниях, потому что желания проблем никаких нет. Не о наличии желаний, а о том, что вы свои желания реализуете через принцип силы. Вы их не можете реализовать просто вот гармоничненько. И из-за этого люди начинают, вот они все рвутся жить в Москву, в столицу, потому что там больше денег, крутая работа. Они все рвутся идеальных партнеров найти, потому что партнер должен быть вот такой вот он идеальный, внешность или у него работа какая-то или заработок. Все одинаково выглядят, стремятся, одинаково покупаются, разрывают там по частям эти столицы, где там жить уже негде, грубо говоря, забрасывают города, там поля, деревни, потому что это не модно, не круто и так далее. Там хотя тоже можно развивать творческий потенциал, как-то интересно. То есть выбор, причем вы знаете такой тоже момент, вот вы идете на работу, у вас есть разный выбор. Вы, допустим, можете в какую-то крутую корпорацию устроиться, где вы там будете клерком, лохом, вы можете подниматься, у вас есть перспектива, но вы понимаете, что если вы будете подниматься, постепенно вас эта корпорация сожрет. Но вы будете в престижной корпорации работать, но она вас уничтожит как человека. Или вы можете выбрать какую-то простецкую работу, не особо там крутую моднявую, но там есть перспектива для развития личности, именно себя, своего я, возможность развить личностные качества, возможность развить душевные качества. Пусть там зарплата ниже, пусть она работа сама по себе не престижная, но в перспективе, если наберетесь своей силой, вы сможете либо свое дело открыть, либо как-то творчески на этой работе заработать денег и так далее. То есть у вас открываются эти перспективы тоже спустя много лет, много времени, может быть там с деньгами меньше, но вы идете не за силы, вы идете за качеством, именно за развитием. И люди, которые, соответственно, большинство из вас, конечно, такой выбор никогда не сделают. И это хороший показательный пример того, что вы себя представляете по жизни, потому что я, скажем, в своей жизни однажды такой выбор сделала, и в награду мне вот моя деятельность, которой я занимаюсь. Это награда того, что я когда-то не выбрала принцип животной силы, хотя у меня было движение, помните, я рассказывала, я работала на работе последнего, достаточно высокая зарплата, там была для моего уровня, выше моего уровня, который я могла себе позволить. И платили хорошо, работа была ужасная, она убивала личности, уничтожала. Но типа где бывает лучше, как там все говорили, везде там типа работа такая, все начальники, они ужасные. Я говорю, не все, говорю, мне нужно нормальное начальство. В итоге, конечно, я ни на какое начальство не смогла работать. Но смысл заключается в том, что я этот выбор не в угоду деньгам сделала, и в итоге потеряла много денег, и много лет вообще там практически без денег жила. И только спустя много-много лет я там пришла вот к тому, что имею сейчас. Но вы знаете, оно того стоило. Поэтому если бы я эти года потратила на корпорации, у меня вот пример тоже моей матери, которая всю жизнь проработала в системе, а в итоге, грубо говоря, на пенсию вышла, и все. Эта система ее выжила до нитки, что она может. Вот она с нами теперь живет, соответственно, ну я имею в виду не вместе живет, а живет общим делом, там со мной, с моим мужем, с нашим общим движением. Но сама она не смогла ничего реализовать, хотя могла, у нее была перспектива, у нее были возможности, у нее были силы в свое время. Но система ее сожила, когда была система, было хорошо, но система она поела и выплюнула. А дальше-то вы тоже, у системы есть порог. Видите, пенсионеры не нужны системе, они ей не интересны, она их очень быстро выбрасывает. А когда у вас свое дело, будь вы пенсионер или кто, вы всегда будете на высоте, в любом возрасте это ваше. Поэтому старт медленнее, дольше и меньше таких вот возможностей изначально, зато в дальнейшем больше выхлоп. Запомните, жизнь вас всегда наградит за то, что вы не стремитесь к силе. Это касается и личных отношений, когда вы выбираете любовь, а не могущественно, там крутость, богатство, а именно чувство выбираете. Это касается и всего остального, вообще образа жизни, обстановки, в которой вы находитесь. Если вы стремитесь к силе, вы всегда будете жертвой. И ситуации, где вас обманули, где с вами поступили несправедливо, это в любом случае ситуации, где вы каким-то образом оказались с этим человеком, потому что шли не туда, не в ту сторону, все равно, кем вы не были, плохой ли вы и хорошие, вы шли не в ту сторону, неправильно вы это все понимали, неправильно к этому относились, и вот в результате вы получили удар. Несправедливость, она заложена в основе нашего мышления. Мы по отношению к миру несправедливы. Мы несправедливы по отношению к ценностям, понимаете. Мы не ценим настоящие ценности, а какую-то ботву считаем нечто ценным. Человек якобы, если он богатый и крутой, для нас он значим, мы считаем его важным. А за что мы его важным считаем, за что мы его уважаем, где его значимость? Но даже если он там не хам, не ужасный, нормально он разговаривает, но все равно это не тот уровень, понимаете. Есть ваше, а есть не ваше. И вы должны стремиться к своему жизни, каким бы оно ни было, явно проявленным, слабым, или не крутым, или лоховским, да, казалось бы. Это я помню, как тоже ситуация с моим мужем. Вот мы с ним познакомились как раз перед лекцией магии любви. И вот на магии любви пришел он такой весь красивый, наряженный, я помню, в пиджаке. Очень классно мы там с ним вместе были. И вот эти всякие злопыхательницы, как раз тогда вот это начался там раскол, гадости про меня говорили. Значит, они потом выступали, куча гадостей говорят. Вы, говорит, видели типа мужа Анаи, вы на него посмотрите, мол, что он там, мол, из себя представляет. Это все сразу говорит об Анае. Я думаю, надо же, какие примитивные, глупые люди. Неужели они не понимают, что в отношениях с мужчиной главное отношение, то, как он к тебе относится, а не какая-то демонстрация могущества. Думаю, теткам столько лет, они меня старше, и такие тупые, глупые. Хотя та самая вот, которая выступала по этому поводу, у нее ужасные отношения с мужем, просто отвратительные. Ее муж там пьет, орет, ругает, не знаю, там бьет, конечно, ее или нет, но он просто ужасно себя ведет. И там как бы несчастье куча в семье. И она вот именно это и сказала. Я думаю, ну вот поэтому-то и жертва-то страдальца, потому что тупая такая дура, не понимая, что в мужчине главное, чтобы он тебя любил, а не был каким-то могущественно достойным. Это достижение есть. Соответственно, любовь, она проявляется в действиях и в поступках. И главное, в итоге на этой дистанции, как говорится, смеется тот, кто смеется в последнем. Потому что она страдалец, вот сидит, рыдает там со своим мужем, а я счастливая, радостная сижу. А тут нам мы объясняем про могущество, да, кто там круче выглядит и так далее. Поэтому, ребята, это по жизни вот во всем так. Запомните, хотите быть счастливыми, хотите, чтобы ваша жизнь была справедливой, не гонитесь за быстрыми результатами никогда, не гонитесь за силой и могуществом, а ищите то, что несет в себе содержание, содержательность, место, выборы места жительства, выборы работы, выборы отношений и так далее.